Ну что народ, очередная серия на канале. Пока мы гуляем здесь в праздничном гуме, посмотрите эту серию и там мы с ней боремся с плесенью и восстанавливаем красный автомобиль. Ну что народ, здорово, новая серия от Юрича. Значит, сегодня в этой серии мы будем бороться с плесенью. Плесень, она появилась невзначай неожиданно, когда я начал снимать гараж, ее собственно не было. А она появилась вон там в подвале. А там, похоже, была влажность, я не знаю, после весны или после лета. Но там выросла прям нормально так плесень. Сейчас, собственно, все покажу. Пришло время доложить погоду, темперча. Опаньки, плюс 9. Ну рубрика, градусник, никуда не девается. Все просят ее каждый раз. Говорит, Жек, где твоя рубрика градусник? Ребят, все здесь, все здесь. Ну и для борьбы с плесенью было приобретено шпатель, чтобы ее счищать, комбинезон, комбинезон на молнии с капюшоном даже. Ну, для покрасочных работ взял по 180 рублей всего штука. Значит, респиратор противогазовый, понятно вам? Ага, сказали мне не дышать с порами грибными. Я взял, блин, за 1000 рублей этот респиратор. Ну, еб, со сменными панелями, угольные фильтры. Ну, чтобы, короче, Женечка выжил после этих грибов. И антиплесень. Антиплесень, сейчас почитаем, как она действует. Ну, какой-то баллончик такой вот, тоже типа 1000 рублей, что ли. А, еще купил, знаете, что, вентилятор. Вентилятор, он тоже такой какой-то вот трубный как раз. Мне как раз в трубу узенький, чтобы выдувал воздух. Ну, посмотрим сейчас тоже. Ну, собственно, и все. Еще осталось, знаете, что, купить пушку. Тепловую пушку хочу купить, чтобы там аккуратненько все прогреть. Все это провентилировать еще раз. И потом еще раз покрыть стены всякой антиплесенью, хренесенью. Ну, вы все знаете сами. Те-те-те-ты-ры, тет-те-тен. Оп, сначала плесенью и... Обаньки! Вы видали? Ну, вот, собственно, друзья, представляю вам плесень Юрича. А все это непонятно, откуда взялось. Вот здесь вода была в полументаре. Сейчас я пойду. Ну-ка, здесь. А, здесь чуть-чуть есть. Ну, вот, конденсат получается. Вот с этой трубы конденсат контакт. Ну, что, посмотрим. Что, вот это все надо убрать. А потом все аккуратно промазать, подрыгать стены. Ну, все, вот пакеты. Вот штатик. Вот, Юрич. Погнали! О, нужен стакан ребер. Тут надо весь все дрова убирать полностью. Ну, потому что они, смотрите, у меня. Они все влажные. Вот здесь, смотрите. Ну, видите, с них капает. А это влага все. Что, грибы, ребя, надо кому? А то, может, будем производить. Да и не убирать их. Что, на авито закатали, нет? О, вот это, смотрите, как медуза. Как медуза, смотрите. Оп. Прикольно. Да, прикольно. вот смотрите что обнаружил градусник показывает 12 градусов а даже нет даже 16 покажет и похоже что он этот артутный прокомментируйте так но 1 на 1 убрал все чистил все полки все деревянные все выкинул все это упаковал в пакеты все доски песен там внизу конечно жопа здесь надо еще здесь надо еще убираться и убираться здесь тоже все чистил ну вот на лампочке осталось потому что если ее коснуться железным то она лопнет а здесь еще осталось чуть-чуть ну а здесь тоже все чистил ну тут ребята прям они меняли здесь масло и похоже прям лили сюда масло ты прям вот это все в масле ну и собственно вот это все надо тоже выкидывать попытается эту всю раму все полностью выкинуть уже деревянную короче все что деревянное все гнило все что пластика естественно осталось но собственно вот так вот вытяжка здесь вытяжки нет да как получается это одна вытяжка опять знаешь что надо сверху вентилятор ставить и все ну чо окно то мы починили вот видите заклеили скотчиком все аккуратненько все вроде держится плотненько эту дырку пока не починили поэтому там есть щелочка небольшая а так все это можно уже убирать уже два дня прошло поэтому это все убираем тоже хорошо единственно что не про полюсатели конечно внутри тоже хорошо ну понятно что она бы уж на тоже вон все в коцках но в смысле пленка по порвата порвата по порванная правильно порванная ребята не делайте моих ошибок не повторять а вот стекло конечно здесь вот насыпали оставить ну что друзья прессе локализованы и упакованы в пакет и сейчас мы отвезем на мусорку избавимся от нее так ничего сейчас приехал к пацанам еще раз джипа тянет сейчас собственно посмотрим что там с моей ласточкой вот уже днище и днище вы чуть заварили андрео куда пороги дел пороги что у нас так для здесь все сгнило вообще дыра на сегодняшний да вот это тоже все будем срезать даже так нет это так и должно быть вот связка пойдет вот здесь порогом здесь порог у нас будет так вот будет порог так мы отпилим до двери коробе рать это здесь все завяжется страшно смотреть конечно а эти краса усилители здесь были усилители ромка ржал там с той стороны я говорит этот полы ковыряю коленка в пороге короче дыры в поле в полу вообще жестко не ночью сегодня сушена вот эти вот так вот нормально будет держаться сюда это все обработается еще я думал так вырежьте нету чуть нет надеется на весь но тогда будет звукоизоляцию верно конечно но мы будем как раптором здесь не закрасили можно можно то есть можно что залить на классно конечно так ну и чё получается поднище еще сколько примерно ну я там тороплюсь не я тебя понимаю что не тороплюсь я просто говорю тут чуть не троню она вот варвается да как вот окупишь за 200 тысяч машину и все потом слушать эти болты уже вот новые или так были там не развали мне машину совсем она разъедется сейчас прям при мне для ночи ничего там нема по сравнению дать то что бывает нормально то что все таки один хозяин 12 лет может быть и хорошо дошли или не все равно что я всегда хороший но он два года он продавал просто она тупо стояла на ударе и горшок и болоте стояла была пороги разбитаются право 3 не можно же так делать хороший новая были тачка у меня вообще новая будут металл трешка я здесь тоже все у него я учу-то тут сочиться непонятно так ничего получается что у нас здесь сулители порога должны быть здесь мы наварим здесь у нас уже пластину сделали на нее вот так порог отпилим ну так и будут сюда вот порог станет приварится сюда его соответственно отпилим по краям здесь хорошо и здесь нескосочек и все и будет очень усиленно здесь мы решили видите они сделали платками то есть все вот эти кусочки все это потом обработаем ну и видишь ребята слышали сами что ребята сказали что можно покрасить это все потом раптором я думаю есть смысл раптором покрасить чтобы она мне не парила здесь тогда можно вообще на днище либо ничего вообще не класть ну либо не знаю какую-нибудь фигню так так не вывалюсь он видели киды это же капец конечно охренеть просто просто охренеть вот это все про про получается под макала все это да ну здесь видите сзади получше чуть более меня ну нет хотя вон сзади тоже дыра есть он подсвечивается здесь все конечно вроде получше ну тоже все ребята поковыряют все повырвут что нужно оторвут и все-таки подварим эти все куски ну видишь работы говорят чем на недель две тоже все а это получается они отскоблили звукоизоляцию родную звукоизоляция родная да было на днище как раз вот это вот отскобленная она она здесь лежала все ну вот видите какое дни какое днище под этой звукоизоляции все про прожженное проеденное а здесь вообще капец дырища просто дырища ребята ну здесь тоже дыра а но это как раз место крепления седух видите вот это хорошо что я не откручивал их сам а тем более вот они не откручиваются видите они оборвались все болты это значит что я бы их не смог оторвать даже себя оторвало поехал бы с таким днищем здесь бы все залило воды вот вам хорошо что все здесь разбиралась о ряда у меня есть насекомое какое-то попало к нам ну собственно вот пока такой прогресс я думаю что все это тоже все подварим связи заварим все усилим пороги мы пороги увидели с той стороны собственно и все капота который перекраситься потом еще работа идет видите все хорошо потихоньку что пару неделек еще будет начать это пластик лежит вот эти вот штуки не знаешь посмотри вот кресло родительское кресло короче это все болтики когда разбирали все болтики там теперь хранятся вот это понимаю уровень поддумки ну вот получается основной инструмент вот этот еще знаете какой основной вот вот этот вот просто выпиливали днище все и потом просто тупо приваривали чуть-чуть ну вот получается что все до лонжерона все выпилено она здесь тоже вот дыречка он кстати усилитель тоже его менять здесь как вот здесь все люди тоже срежут вот там такой же здесь срежут тоже и приварят вот эту хорошую трубу если пару недель еще с днищем работы да там еще потом покраска еще выравнивание всякая ну то есть я думаю что месяца на два на работы будет два месяца поэтому феврале проскочим куда-нибудь на буераке ну да вот такой будет у меня тоже 100 на 100 и здесь заварим уголочек и она будет чуть-чуть наискосок да успеем по 31 так сейчас будем вот этого волгаря толкать туда в гараж ну все гаражные посиделки подошли концу спасибо что смотрели это видео с вами был юрич пока ну как-то вот так вот площадка под аккумулятором новые арки внутренние усилители снизу новые пороги тоже новые полы водителя тоже новые по до сиденья тоже отгнившие все было тоже новое все усилитель бампера скинули сейчас уже нашли другой будем устанавливать тут задняя часть тоже восстановлена все все что надо критически места все усилили поэтому еще будет ходить долго и счастливо